Что делать, когда отношения зашли в тупик? Как себя вести, когда от него зависит будущее ваших отношений? Можно ли предотвратить разрыв отношений, когда, казалось бы, он неминуем? Спасти любовь до. Спасти любовь до того, как случится непоправимое. Есть во взаимоотношениях черта, которую переступать нельзя. А точнее, переступив которую, отношения восстановлению не подлежат. И сейчас я поясню, что это значит. Возьмем в пример классическую историю любви. Романтические отношения увлекают в мир любви обоих. Она начинает верить ему. Она начинает его ожидать, любить. Она начинает показывать ему свою любовь. И, казалось бы, всё складывается замечательно. Но вдруг его отношение к ней резко меняется. Он перестаёт проявлять ту любовь, которая была прежде. Женщина в недоумении. И самое печальное в этой истории то, что этот мужчина и оказался тем единственным, который действительно достоин её любви и уважения. Что думать? Что делать? Есть ли шанс остановить разрыв в отношениях? Хочу совершенно ответственно заявить «Есть». Если отношения начались, если он полюбил, она полюбила, то, естественно и логично продолжение этих отношений, развитие, любовь, союз, стабильность. Конфликты и кризисы, которые в отношениях нередко происходят, совершенно естественная форма выражения чувств и привыкания друг к другу. Но подобные кризисы в отношениях бывают неправильно реализованы, а точнее, неосознанно прожиты. От недопонимания того, что происходит в отношениях, от незнания того, что в подобной ситуации следует делать и как себя вести, отсюда и происходят импульсивные действия, которые приводят чаще всего к разрывам. К тому же, многие женщины обращаются за профессиональной помощью слишком поздно, потому как очень заняты выяснением отношений. Более того, пользуясь советами и средствами манипуляций, которые предлагают им окружающие, часто совершаются нелепые действия, которые, собственно говоря, и приводят к печальным результатам. А время уходит. И чем дальше, тем сложнее поправить положение. Прежде чем кидаться в бессмысленные эксперименты с собственной жизнью, прежде чем использовать методы проб и ошибок, скажите себе Стоп! Лучше ничего не делать, чем делать лишь бы что. А еще лучше обратиться за помощью к профессиональному психологу, практикующему подобные вопросы. Ведь когда у вас болит зуб, вы не пытаетесь лечить его сами, вы обращаетесь к специалисту. Мне часто приходится слышать, ох, если бы я получила ваши знания теории любви раньше, я бы не наделала столько ошибок. Поэтому я как специалист хочу сегодня предупредить женщин о возможностях сохранить отношения прежде, чем они допустят эти самые ошибки. Итак, первые признаки, которые указывают на то, что пора предпринять меры. Вы чувствуете, что становитесь инициатором ваших отношений. Второе. Вы перестали чувствовать себя значимой в его жизни. Третье. Вы начинаете спрашивать о любви. Четвертое. Вы стали чаще благодарить его. Угождать. Пытаетесь больше понравиться. Пятое. Вы чувствуете, что становитесь навязчивой. Более того, хочу вас предупредить о следующем. Любые попытки поговорить с мужчиной по душам, увы, тщетны. Мало того, они разрушительно влияют на отношения, вы и сами, наверное, не раз убеждались в этом. Ведь когда вы спрашиваете у него, что ты думаешь о наших отношениях, что он вам отвечает? Не знает он, что вам ответить. Остановитесь. Перестаньте разрушать ваши отношения. Тем более, что после вышеперечисленных недовольств в разговоре совершенно нелогично спрашивать о любви. Поверьте, спасти любовь и отношения не только можно, но и нужно. Поэтому ваша задача предпринять все меры для того, чтобы ваши отношения сохранились. подробную информацию о том, как сохранить отношения и любовь, о том, как пережить конфликт в отношениях, как отнестись к кризису, который случился в отношениях, как понимать мужчину, как мужчина любит, и о том, как сделать ваши отношения более крепкими, вы узнаете из моей странички теория любви, которая находится на Facebook. Обращайтесь. Всегда рада помочь. С вами была психолог по вопросам взаимоотношений и любви Елена Антонович. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok